В Кирове проверят все квартиры на предмет незаконных перепланировок. Управляющие компании уже получили письма о необходимости провести работу по выявлению самовольно переделанных помещений. Чем вызвана такая мера и каким образом будут выявлять незаконные переделки? Подробности у Мелана Поварницыной. То, что любая мелочь и тем более основательное вмешательство может нарушить равновесие конструкции и привести к плачевному итогу, в городах, видимо, задумываются все реже. Пример Пермь, где недавно частично обрушилась пятиэтажка. Погибла пожилая семейная пара. Один из пострадавших находится в больнице. Пока что основная версия случившегося – ослабление несущих конструкций здания собственниками помещений. На первом этаже дома, в подвале, располагались магазины и предприятия сферы услуг. Так жильцы видели, как частник углублял подвальное помещение и вывозил грунт. Сколько домов в Кирове имеют невысокий запас прочности из-за планировок, пока сказать сложно. Мы рекомендовали управляющим компаниям провести такую работу по выявлению фактов незаконных перепланировок, которые активизируют эту работу. Тем более, что кировчане склонны к изменениям. В администрацию города в месяц поступает около ста заявлений о перепланировках. В данном случае все законно, согласовано и вопросов не вызывает. Жители подают документы, плюс к этому предоставляют проект перепланировки. Если муниципальные власти дают добро, значит безопасности жителей не будет ничего угрожать. Там, где есть какие-либо подозрения на несущую способность к проекту, перед проектом проводится еще дополнительное техническое обследование, специализированное организациями, для того, чтобы удостовериться, что перепланировка в соответствии с проектом не принесет каких-либо повреждений конструктиву. Но в Кирове есть случаи, когда собственники считают возможным перепланировать помещение без согласований. По тем фактам, которые выявляют, проводят проверки, нарушителям дается время на то, чтобы привести все в первоначальное состояние или узаконить перепланировку. В противном случае им грозит административное наказание и даже суд. Загвоздка в том, что узнать о происшедших помещений изменениях бывает очень сложно. Так, без разрешения входить, проверять стены и помещения власти не имеют права. Поэтому многое зависит от бдительности управляющих компаний и неравнодушных жильцов. Последние могут обращаться в администрацию города, надзорные органы, управляющую компанию. Милана Поварницына, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.